опс всем привет привет youtube солнечная италия на проводе рекордия лора помнишь мы с маргарита да и салюта тут я утром мерзну мы идем мы сначала зашли в бар завтракать потом сейчас зашли на почту я платила свет или газ я не знаю что я заплатила по моему газ вот и сейчас мы идем с маргарской на базар до мерката именно купить софия кроссовки как я купила саша в общем посмотреть там что есть на базаре девочки мои в школе потом девчонки придут будут делать блины блин задрали меня с этими блинами капец осень-осень добавим листьев спросим ты кумы стай как у тебя дела да оскола все первое перора покажите горит балкончике он мужчина делает этот самый giardiniere да зерно так здесь что-то перекопали маргария сейчас софии купим были скарпы да опс переключаемся мы уже дома я не снимала ничего на базаре потому что у меня в одной руке была коляска но на колесиках другие в другой руке была маргарита поэтому я покажу что мы купили очень быстро сейчас как раз наша придется со школы я маргаритки купила трусики просто потому что она такие видите типа модненько с этими с дольчами господь с пирожками тетка вывела только что магазин зашли покупала себе женщина на лет там 80 покупала я ничего против возраста не имею покупала на себе туши за этой туши то это и нехорошо то это и тоже нехорошо три ресницы торчат такая очередь вообще выстраивать просто кошмар потом вот такие вот тапочки тапки очень красивые с этими они зимние с пекур как они называют с барашками тапки просто улетные не знаю если камера передает ну а очень красиво смотрится так нежненько они тепленькие маргария вене предела труба вене определила труба только зашли с ней сейчас саша саша и еще заставлю пойду в магазин не надо купиться что-то к обеду что-то детей чем-то накормить так смотрите потом я брала но она не буду показывать финишными на преживую это вот я тебе дала тапочки и метро субита потом я брала пижаму не выбросила специально цену потому что если софии не понравится или размер будет большой я схожу поменяю в среду как раз мне надо было у нее чтобы была на смену пижама как раз я сегодня купила как она и хотела такую тепленькую пижамку она очень-очень мягенькая пижама у нас по 18 евро потому что спрашивали в тот раз говорят почему вы не сказали цену говорите цену мы хотим ориентироваться пижамы в пределах 18 евро вот такие вот теплые хорошие пижамы они в таком вот такой цену думали что я принесла еду сюда прибежали потом я брала две пары брюк если софии не понравится то на физкультуру или по дому ходить они как раз будут нормально это такой сток знаете куда выбрасывает типа как из турции знаете вещи такие вот типа волосы нас можно дома ходить нужно на улицу ходить куда на худшую да и вот такие тоже они тепленькие такие вот кости но это такие теплые хорошие сейчас надо еще быстренько спит подместим и все так классно было то что все коты около меня сидят смотрят классно то что нашла тоже на стоке на стоке там такие банки стоят да там я нашла вот такое вот классное постельное белье она идет теплое теплое сейчас я быстренько брошу в стирку смотрите с таким вот дизайном да здесь короче елочки и лыжники спускаются с горы типа снег это получается матримониальная кровать ну двух дуспалка здесь идет одна простыня с уголками одна просто не не просто эти и эти тренцы хотят стать итальянцы просто типа прикрывают одеяло да и 2 наволочки вот такая вот простынь она очень теплая ведь этот вот низ ангулары пойдет софии накрывать часть его быстро постерну а вот этот вот вверх которым укрывает вот типа должно идти на покрывало потому что она без пододеяльника то я буду этим укрывать сашин укрывать заложивать и у меня я как раз использую другие другие использую куприя другие использую пододеяльники как раз после это я сделаю саши одну 1 софию и пододеяльники меня совершенно другие. И две наволочки. Тоже разделим между одной Сашей. Кстати, эти наволочки нестандартные. У нас таких подушек нет больших. Но, тем не менее. Одну наволочку София, одну туда. И все. Может быть, я посмотрю какие-нибудь пододеяльники белые, одноцветные, чтобы у них кровати хорошо смотрелись. Вот такие вот дела. И, как ты уже там села? Марвис, что ты мне тут повыкидывала? Надо же как-то складывать аккуратно. Так, потом. Я брала... А, все, что ли? Нет, сейчас, подожди. Я думаю, что все. Долго ходили. Маргарите в подарок брала только, что она со мной пошла. Ей, видно, тоже всего же хотелось. Она видела, что я девочкам покупаю. Я ей взяла уги. Вот такие вот уги у нас по 20 евро. Они такие розовенькие, тепленькие. Если, когда я покупаю обуви домой к себе, я коробки выкидываю, потому что у нас мусор забирает, бумагу забирают один раз в неделю. Или это суббота. И вот это вот все стоит на кухне в этих мешках. Она неэстетична, не симпатична. Поэтому я коробки сразу оставляю. Вот такие вот уги я ей купила. Думаю, будут довольны ее родители. Я не против, когда она к нам приезжает. Хотя, конечно, у меня там своя политика насчет этого. Но дети не виноваты, я уже сто раз говорила, в наших отношениях взрослых. Поэтому с девочками она дружит. В общем, такое. Это Маргарита. Маргарита! Леу, дитя, не твой. Так, сюда сейчас мою 40 драшу быстро. Тетка настроение испортила. Потом встала. Сначала стояли там 3 часа, потом вышли из магазина. Вот, возьмем эту. Потом... А что ты пистрел сенцачеватой? Фредду. Потом стояли в этом самом... Вышли, начинаем дорогу переходить. Встала, машину поставила на пешеходном переходе. Ни вперед, ни назад. А там цепочка. То есть я ее не могу обойти. Через цепочку с этой коляской лезть. Еще и с Маргаритой. Зашли в магазин. Мне нужно было купить новые тряпки для пола. Я очень часто меняю тряпки. Я их стираю и меняю. Кстати, их еще и вешать можно так сушиться. Они... Здрасте. Это же как-то надо их вынуть. И не выкидывать точно и сушить в них. Я очень часто меняю половые тряпки. Старые свои я стираю, вывешиваю. То есть я каждый раз мою чистой тряпкой. У меня нет такого, что тряпка там стоит. Неделю этой тряпкой потом моешь. Нет, у меня на каждую комнату по своей тряпке. По чистой тряпке. Потом я бросаю вместе с ковриками все это стираю. Если есть еще спортивная обувь детская, еще туда спортивную обувь туда. Потом я купила Сашки тапочки, потому что одни надо постирать. У нас у каждого по две пары тапок, потому что одни стираются, а одни носятся. Я не понимаю людей, которые купят одну пару тапок, и в этих тапках они всю свою жизнь ходят. Брала это единственное, что 37 размер. Посмотрите, какие они новогодние. Очень такие мягенькие. Здесь резина как раз, как я люблю. Обалденно просто. Это Сашки. Как раз одну, потом пару постираю, и одна у них будет чистенькая. Сашули. Мы с Софией обещали купить, когда с Сашей ходили, кроссовки, но я без нее побоялась брать. Взяли Саши. Помните, вот такой вот кроссовок? Я показывала, что это Маде Нитали. Это Падова шьет фабрика. Это настоящая кожа. Вот такие вот кожаные кроссовки я ей купила. Она посмотрела на Сашу, ей понравилось. И мы пошли сегодня и купили. Я беру 40 размер, потому что я меряю. Я иногда бывает влажу 39, иногда я влажу 40. Поэтому я взяла 40 размер. У нее тоже нога выросла, и 40 будет нормально. Брала такую же фантазию, как и у Саши, потому что другие, которые я померила, она хотела, там все с блестками были, которые я мерила, они на ноге не так симпатично смотрятся, когда вот так вот просто белый кроссовок. Вам хорошо видно солнце? А у нас сейчас 12 часов дня. Солнце только встает. Видите, как я отсвечиваюсь. Это София. Ну, София я должна носить, потому что не понравится. Пробью, пробью, потому что я говорила, что будет носить. Так, это тоже София нижняя. Так, ну и Сашке я взяла. Сашке я взяла зимнюю обувь. То есть, Саша у меня полностью уже одета. Там, может быть, свитерочки какие-то надо будет посмотреть ей. У Саши есть уже все в гардеробе. Обуви у моих детей очень много. Я вообще люблю, когда много обуви. Она, наверное, как-то не так снашивается. Симон. Она, наверное, не так как-то снашивается. И вообще, я люблю, когда есть обувь, или когда детки меняют обувь, там, под грязные курточки. То есть, я не знаю, мне кажется, верхняя одежда должна быть немножко побольше, чем на одно пальто. И, наверное, туфли, обувь, она тоже должна быть побольше, чем одни сапоги. Помешанная. Я давно, я-то с юности у меня. У меня очень много обуви. Смотрите, вот такие вот хорошие, замшевые. Они по 20 евро. Мы, кстати, вчера смотрели в интернете, с девчонками сидели вечером, и тоже там по этой же цене мы нашли. А тут как раз на базаре они полностью тоже, видите, это типа резина. Они как типа уги, да? Смотрите, здесь такой вот мех. И здесь типа мех, как этот кролик. Видите? И там оно все тепленькое, на цигеечке. Ну, сейчас, может быть, жарковато будет носить. Ну, если утром выходить, да. Учитывая, что в школе у них включают отопление, наверное, будет жарковато. Ну, а вот так она даже завтра с девчонками собирается куда-то идти в город с подружками. Тут они где-то будут там видео снимать. То можно спокойно выходить. Никто ничего не парится. Жарко, стильный номер. В общем, буду надеяться. Потом вам расскажу, если все понравилось. Мы потом и забежали в магазин. Мне надо было купить для стирки там белья, для мытья полов. У меня все закончилось. Как раз сейчас хорошая погода. Я постельное белье постираю. Нарадоваться не могу. Девочки, мальчики, мужчины. Какое оно красивое, какое оно приятное. Оно такое теплое. Единственное, что я вот когда уже потом вытащила, посмотрела, немножко она мне подходит сама фактура наволочки. Ну, посмотрите, какая она красивая. Она тепленькая. Блин, класс. Она еще с этими самыми... Одна у меня пойдет на Сашин матрас, одна у меня пойдет на Софиин. У нее большая кровать. У них будет одинаковый низ, одинаковые подушечки. Ну, единственное, что пододеяльники разные. Но, тем не менее, очень... Я когда только увидела, мы с Маргаритой выбирали рисунок, потому что было очень много рисунков. Так, я покупала амукину, вот такой вот, буката. Я ее добавляю, когда порошок добавляю в машинку, для того, чтобы... Боже мой! Мои мысли, мои скакуны. Я когда стираю постельное белье, добавляю туда, или написан у нас есть такой, он бактерии убивает, или вот амукина. Мне очень нравится амукина. Это, кстати, тут уже есть немножко кондиционера, аморбиденте. Вот, то есть я добавляю... Это порошок, и для того, чтобы вообще там все микробы у меня убили, все бактерии, я добавляю один колпачок вот этого вот средства. Ну, не только этого, у нас они разные есть, но мне больше нравится амукина. потому что она вообще там обещает, что там вообще там все микробы умрут. Мне нужно постирать много очень шерстяных кофт. Я взяла для стирки шерстяных кофт. У нас очень много кардиганов, и здесь как раз 80% того, что не будет у вас вот этих вот комочков, надеюсь. Для мытья полов тоже амукина. Написано, что тут вообще тут она убивает все бактерии, вообще все она убивает, и что вообще тут, короче, аптека вам дает добро. Добавляю я белизну. Вы меня видите, девочки, там темновато, да? Добавляю я белизну тоже, когда стираю белые или даже цветные вещи, я все время добавляю колпачок деликатной белизны. Здесь написано вот именно на этой, ну, это кто не знает, что она не съедает, если цветная одежда, цвет, цвет, допустим, там, футболки. Ну, это такое. Здесь мне надо было для кухни, там, для ванной чистить. Забыла купить для мытья стекол и зеркал, но сейчас пойду в магазин и куплю. Все, я купила два аморбиденты, два кондишнера, все время беру каколину, он самый классный, самый вообще пахучий, пахнет обалденно. Тоже добавляю, иногда делаю букато, ну, стирку ставлю, порошок и кондишнер. Мне нравятся эти. Ну, и все. И купила друшляк себе, блины делать, потому что свой я старый выкинула, сегодня попросили блинчики, сейчас пойду все накуплю и буду молотить блинчики. Да, типа. Вот такие вот у меня были покупки. Сейчас сразу запущу машинку стиральную, буду ждать, что придут девчонки. Сашку оставлю. Саша приходит раньше, сухие. Сашу оставлю с Маргаритой, я сама пойду, куплю. Телефон, наверное, Карл. Сашенька, здоровайся со всеми. Привет. Давай, показывай. Ну, застигни, чтобы я хорошо посмотрела. Эти вообще бомбовские. А тапочки надо было, это 37-й я взяла, надо было брать 38-ю. Подожди, дожди, завяжи, да, я перехожу, повяжу. Что ты это сама не застегнула? Ну, давай, завяжи мне, я посмотрю. Тепленькие? У меня до сих пор лежит глажка, еще не погладила. Кика, тис-кис. Кикина. Там были роза. Я мерила розовые, на меня розовые. Мне розовые не понравились на ноге. Ну-ка, стой, так вот снизу поснимаю тебя. Ну-ка, пройдись. Хорошо, да? Угу. Будешь носить? Спасибо, мама. Спасибо, мама. А тапочки померю, дочурка? Только хоти венере. Так, я сейчас тебе с маргаритой оставлю, я пойду сделаю спезу, хорошо? Мне надо за покупками сбегать. Тапки. Нормально. Все, да.